новые мысли и указывает очень большие проблемы, актуальные проблемы и задачи, которые ждут свои решения. Спасибо всем докладчикам. И мой доклад в вопросе чтения и читательской деятельности в произведениях Алишера Наваев. Самым важным событием 2021 года Стас Саммит «Сотрудничество туркоязычных стран». И в этом саммита был одобрен предложение президента Республики Узбекстан об утверждении премии Туркского союза именно Алишера Наваев, который отмечал весь мир в этом году 580-летнего юбилея. Эта инициатива была продолжением и связана с задачами, которые указаны в постановлении президента Республики Узбекстан о праздновании 580-летнего юбилея, день рождения великого поэта и мыслителя Алишера Наваев. Премия вручается тем людям, которые имеют большое место в развитии науки, литературы, искусства, образования и культуры единства туркского народа и мира, потому что будущим сыном своего народа и своего времена, имея самые гуманные качества и воспевая это качество, Алишер Наваев сейчас и в будущем тоже является сыном всего народа, всего мира и останется ученым, мыслителем, бесценным интеллигентом всего туркского народа. И поэтому было естественным одобрение этой инициативы. Алишер Наваев сейчас занимает большое место и играет огромный роль со своими произведениями и воспитанием всесторонного гуманного человека в развитии мировой духовности, всего человечества, взаимной дружбы всех народов мира. Творчество Наваев еще при жизни поэта было изучено со всех сторон знаний, но это еще одна часть из того, что мы должны знать о нем. В этом смысле в настоящее время мы говорим о том, что роль и места чтения, и книги, воспитание культуры чтения, организация читательской деятельности, совершенствование этих задач, имеет особое место в творчестве, как и других предков в творчестве Наваев тоже. Мы и читаем, и видим, и встречаем о них в поимах Хамса, Маджалус ун-Нафаис, Махоп ул-Кулуб и в других юридических произведениях. С 2017 года в нашей стране вопрос о культуре чтения и организации читательской деятельности было поднято на уровень государственной политики. Именно поэтому вопрос был принят указ президента и потом постановление президента нашей республики. Как появилась книга в истории человечества и появился интерес, стремление к чтению и читательской деятельности. Поэтому книга и чтение имело большое место в жизни и творчестве наших предков. Они подняли на высший уровень цену книги и чтения. Были организованы разные круги чтения, связанные с именами видных поэтов, писателей, ученых. Например, семейные чтения, наваирские чтения, агафийские чтения и другие. В результате стали знаменитыми не только в Средней Азии, но и во всем мире. Ивенсена, Фараби, Хорезми, Наваи, Бабор и другие. Когда мы читаем поэму из Хамсы, Лейли и Меджун, обращаем внимание на то, что Меджун среди ровесников, своих одноклассников, читает очень много книг, много читает по всем отраслям знаний, обучает все знания, созданные всем человечеством, и усвоил их. Его ровесники стыдились того, что Меджун много читает и много знает, чем они. Наваи связывает любовь Кейса к Лейли с чтением. По его словам, наука, чтение и обучение как любовь. Для этого нужно искреннее и честное отношение к книге и чтению. Много говорим о читательской культуре, навыках, этике, квалификации и роли совместной работы в семье, родителей, друзей, библиотекарей, учителей и преподавателей. Не устаем говорить о сотрудничестве воспитания любви к книге и чтению с детства, со школьной партией. Если не будут привиться любовь к книге и чтению в семье, если они не считают книг в другом, если не будут организовывать в семье чтение, не сможем воспитать настоящих читателей. Именно поэтому Наваи тоже, высылая своего героя Кейса Меджун, показала значение чтения, обучения в развитии человека и общества. Он пишет, именно в этом человек достигает своих целей. Учитель, наставник Алишера Наваи Абдрахман Джами тоже в своих произведениях воспевал и одобрял великое значение книги «Обучение чтения в жизни человека». Он дает советы о том, что каждый человек должен иметь навык читать и обучаться каждый день. Всегда знай и осознай своим другом книгу. Именно поэтому мы, когда студентов, будущих библиотекарей обучаем, говорим о воспитании систематической квалификации чтения, основы, фундамента этих мыслей. Поэтому Наваи был великим читателем. Именно он в 6 лет знал весь Коран. В 7-8 лет, читая произведение Мангкуттайр Фарадидуна Аттара, вспомнил за одно чтение. В 9600 строк этой великой поэмы. Родители запретили читать эту книгу, но не успели. Он уже не только читал и вспомнил весь текст. Как он пишет, он много читал узбекскую, таджикскую и арабскую поэзию и наизусть знал больше 50 тысяч строк. Именно этот эпизод жизни Наваи повторился в поэме Фархад Ищерин и похож на отношение любовь Фархада к книге и к чтению. Как пишет Наваи, Фархад что читает, все вспоминают. Какое слово читает, это остается не только на душе, но на сердце, как орнамент. Его лозунь не только читает, но и понимает, освоит. Прочитанные страницы остаются в памяти. В результате, по сказанному Наваи, у него не осталось неосвоенных наук мира. В заключении можно сказать, что в жизни великих предков настолько имели большую роль книги и чтения, что, как говорили они сам об этом, их авторитет и их слава. Это очень большое счастье. Наваи тоже пишет, что человек станет счастливым, если постоянно читает книгу. Станет интеллигентным и многочитающим человеком и для этого много приводит примеров. После событий я хочу напомнить о том, что в настоящее время я готовлю к изданию биобиблиографии Алишера Наваи, который состоит из более тысячи страниц, более 15 тысяч библиографических записей из-за 100 лет. По материалам видно, что творчество Наваи изучено по всем отраслям знания, но вопросы, любовь к книге, к чтению, обучение, роли, места книг в жизни человека и развитие общества мало изучено. Значит, я думаю, пришло время проводить диссертационную научную работу по этим вопросам по основам произведения Алишера Наваи. И в заключение прошу вас всех отправить мне библиографическую информацию об изданиях произведения Алишера Наваи и о нем в вашей стране, чтобы библиография, которую я готовлю, была полная. Благодарю за внимание.